всем привет ребята с вами канал одни в америке и до наступления холодов нам нужно обшить дом сайте кто смотрит наше видео уже помнит что переднюю часть дома мы обшили еще в прошлом году и нам осталось всего лишь три стороны и до наступления холодов мы должны это сделать так что давайте смотрите что у нас из этого получится поехали у нас есть вот такие джей чанел и скажем так молдинги которые идут вокруг окон вокруг дверей вот такие канавки сюда заходит сам сайдинг низ или бок и прячется и прячется и прячется шоу что мы с вами будем делать заделаем в этот channel вот это окно вокруг потом вот окно но для самого начала чтобы начать класть сайдинг ставится угол который мы уже поставили с прошлого раза и набивается start line start line выглядит примерно вот так сюда заходит нижний паз и закрепляется и все и видно только чуть-чуть вот этого до этого этого дни ничего не видно точно так будет вот я сейчас удалю вот этот вот флешинг вот этот вот и набью как можно ниже start line потом спущусь вниз ровно по углу и пойду где-то start line вот по самому краю дерева вот даже можно еще ниже даже можно пойдет пойти вот так чтобы да они его на окно в общем я не пойду ниже ниже вот вот так вот наверное ниже этого вот чтобы вот так вот оно было чуть чуть ниже все равно я опущусь чтобы сайдинга чтобы на сайт сайдинга не попадала сюда в общем вот так у меня довольно таки много работы скажу вам по чесноку мне нужно три стороны сделать сайдинг как можно скорее так ну вот надо аккуратно ходить потому что здесь мы выкопаем и будем там позже разбираться но позже это не сегодня не на следующей неделе наверно это позже слишком позже вот потом вот эта сторона задняя марина тут собирается красить дверь и и левая сторона дома вот у меня есть два угла свечи сколько нам нужно только надо будет купить больше джей чинов и больше старт-лайн ну вот купил себе вот такие ножницы стоит 40 долларов для сайдинга ну для сайдинга для металла для они такие универсальные ну для сайдинга лучше всего получается ручка такая большая лезвия стандартная как-то и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта линия, start line. Теперь ставим угол и good to go. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 не учел я не учел всех трех сторон поэтому перед тем как вы начинаете устанавливать сайдинг походите вокруг дома и посмотрите и посмотрите где у вас самая нижняя точка дома или откуда вы будете плясать откуда вы будете начинать потому что в начале видео я говорил что я набью сайдинг очень низко что он должен закрывать эту деревяшка если вы видите да я действительно я набил но я потом когда я собрал пол стены сайдинг и потом у меня швы не сошлись с передом дома я разобрал эту всю сторону и перебил это все и поднял и вот как видите мой грубо говоря это не фундамент а то на чем держатся мои мои стены она сейчас просто открыто и поэтому надо будет что-то думать придумывать теперь уже выдумывать и надо будет как-то собирать вот это второе или третий уже или второе вот а теперь если вы видите все углы соединены очень четко прям один в один да и это конечно большой был минус я очень сильно расстроился но пофигу все нормально в итоге потом еще следующий минус вот эти вот ковра ковры ковра на которых держатся светильнички розеточки это тоже надо брать другие я вам категорически не советую покупать эти ковры которые одеваются на сайдинг потому что у них есть вот такой вырез и он одевается строго вот здесь либо здесь ты не сможешь его одеть вот между этим чтобы вот этот вот был ты не сможешь и вот у нас с этим с правым светильником и с левым светильником была проблема я баксу перерезал я вырезал ее еще чуть дальше чтобы отодвинуть все вот так здесь тоже но я все сделал красивенько но это на самом деле нужно просчитывать заранее прям и вот тогда джей ченнел здесь вот эти окна они плохо с джей ченнелами потому что окно она replacement то есть она слишком тонкая она не вылазит как те окна и поэтому здесь вот так надо закокоть вокруг вот и что же я предлагаю на замену этим коробкам я предлагаю вот эти коробки вон они получается это уже специальная вытяжка под сайдинг ну специальный этот сама бандурина вытяжка под сайдинг как она работает ты вырезаю где у тебя собственно то твое дупо это твоя дырка это ты вырезаешь вставляешь одну часть у нее четыре конца и потом просто одеваешь эту штуку она как бы защелкивается она состоит из 2 из двух половин одна которая прибивается собственно на стену а вторая одевается закрывает все швы вот она работает вообще просто супер ты в любом месте вырезал поставил она все закрылась ничего не видно потом почему мы здесь все таки то не закрылись за того что мы будем продолжать нашу наш наш нашу верандочку дек не знаю как вот и поэтому мы это все оставили открытым потому что мы будем туда засовывать ченнел флешинг будем его спускать продлевать этот и дам может быть мы даже сделаем это еще никому не известно но хотелось бы здесь сделать пристроечку может быть вот по ванну по ванну наверно вот так вот это чтобы здесь была обеденная зона то есть там у нас кухня я потом но если мы все-таки то решим это сделать я сделал такой большой проем сделаем пристроечку поставим крышу я выложу из блоков сделаю пол цементный ну все как следует но это еще не известно вот а так бы мне конечно хотелось здесь сделать пристроечку а там сделать гараж с этой стороны но для этого нужен экскаватор хочу купить теперь весь вопрос был в экскаваторе если будет экскаватор будет пристройка в общем так идем за мечтой ну вот строго говоря по сайдингу по существу больше мне сказать нечего кладется он легко быстро если бы так прям заняться то можно наверное весь дом обшить за три дня три-четыре дня вдвоем если два мужика быстренько там на знает что делает и если есть специальные лестницы потому что с моими лестницами когда ты с лестницей на лестницу это очень трудно будет гораздо проще когда у тебя уже стоит одна лестница 2 это кинул какую-то палку между ними и ходишь свободно ну все ребят на улице уже холодно у меня уже голос изменился